Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Обзор лучшей партии третьего тура. И сегодня это встреча между Ливоном Ароняном и Винсеном Кеймером. Ливон Аронян, непривычно играющий под американским флагом на этом турнире, открыл партию ходом королевской пешки Е4, С6. Была разыграна защита каракан. Честно говоря, не знаю, кто кого удивил в дебюте, но очень интересно посмотреть, как все происходило. Итак, после Д5 белые побили на Д5, сыграли так называемый разменный вариант. ЕДЦД, слон Д3, достаточно популярный в наше время. Белые не атакуют сразу же центр черных, не пытаются атаковать. Спокойно заканчивают развитие и надеются затем переиграть соперника в сложной маневренной игре. Конь Ф6, Х3, несколько маленьких ходов крайними пешками мы увидим в этой партии. Цель хода Х3 профилактическая, не дать пойти слон Ж4. И вообще ограничение развития вот этого белопольного слона черных является одним из основных планов белых в этой позиции. Конь С6, Конь Ф3. И здесь черные избрали продолжение Конь Б4, план с немедленной попыткой разменять коня на слона. У черных в этой позиции есть несколько разных планов. Есть интересный способ развития вот этого белопольного слона на Ф5 путем Ж6 и слона Ф5. Либо сразу, либо после хода Ф7. Но, повторюсь, в этой партии черные сыграли Конь Б4 и очень интересно посмотреть, как эта дискуссия на тему коней и слонов закончилась. Конь С3 развили коня. Белые Ж6, Конь Е5. И здесь вот еще один маленький ход крайней пешкой. А6 сделали черные. Этот ход часто встречается в караканских построениях с тем, чтобы защитить пункт Б5. Потому что, если мы посмотрим вот такой примерный вариант, Конь Д3, Ферзь Д3, слон Ж7, то увидим, что Ферзь Б5, возможность может быть очень неприятной. Поэтому черные играют А6, защищают поле Б5 и подготавливают ход слон Ж7. 0-0, слон Ж7, ладья Е1. Очень интересный момент для меня в этой партии. По логике, раз черные сыграли Конь Б4, они хотят побить на Д3, а ход ладья Е1 освобождают место для отступления слона. Тем не менее, черные не реагируют на этот ход, игнорируют его, продолжают развитие 0-0, а белые, в свою очередь, не ходят слон Ф1. Почему? Очень интересно узнать. Но, видимо, белые в этой партии считали, что этот размен коня на слона им на руку. Проводили свой очень интересный и не шаблонный план. Итак, слон Ф1 было интересной возможностью. Слон Ж5 сыграли белые. И на Конь Д3, внимание, вопрос. Чем побили белые на Д3? Какой фигурой? Как бы вы сыграли? Я думаю, что, скорее всего, ваш ответ будет Ферзь Д3, либо Конь Д3. Но, конечно, уж не СД. Как можно испортить так свою структуру? Тем не менее, Ливон Аронян делает этот не шаблонный ход и показывает нам достаточно глубокое понимание этой позиции. Он считает, что это сдвоение пешек не столь важно, ввиду того, что на Д5 пока стоит пешка черных, и черным не так просто атаковать пешки белых по линии Д. А белые ходом СД не только создают себе пешечные слабости, ведь эти пешечные слабости очень неплохо контролируют комплекс полей здесь, но и открывают линию С для своих фигур, которая, как мы увидим, в этой партии сыграла очень важную роль. Очень интересный момент. Один из центральных в этой партии. Черные здесь пошли Ферзь Б6. Такой двойной удар на две пешки белых. Компьютер очень интересно здесь действует. Начиная черными крутиться, ходит Конь Е8, открывают дорогу своей пешки Ф, затем после Ф6, иногда даже ходят Ж5 и Ж4, видимо, понимает, что очень важна динамика в этой позиции черным, что просто стоять и ждать, пока белые сдвоятся по линии С и усилят позицию, не следует. Однако в партии последовала Ферзь Б6, как я уже сказала, с двойным нападением. Белые сделали непростой ход конем назад. Всегда сложно делать, отступать фигурами с хороших позиций назад. Защитили на Д4, контратаковали пешку Е7. Ну и выясняется, что Ферзь Б2 ходить опасно, потому что Ферзь может застрять здесь. А белые в это время усилят положение своих фигур, пешку отыграют, Ферзю создадут неприятные угрозы. Е6 сыграли черные, и это тоже очень спорный. Спорное решение, стоило ли так поступать со слоном на С8. Ведь ход Е6 просто перекрывает кислород этому слону, не дает ему даже помечтать о возможном развитии на Ф5. Возможно, хорошо, Ферзь Б2 было опасно, но, может быть, стоило сыграть А6, пользуясь той идеей, тем моментом, что после слона Ф6, слона Ф6 взятие на Д5, выигрыш этой пешки ни к чему белых не приводит, потому что пешка за Д5 уходит, линия Д открывается, и вот эти сдвоенные пешки легко станут мишенью черных фигур, несмотря на то, что здесь у них не хватает пешки, но компенсация отличная, позиция примерно равная. Проблема лишь в том, что на А6 никто бить не обязан, и белые, скорее всего, бы отступили слоном, либо на Ф4, либо на Д2, либо сначала пошли кони А4, и затем попытались бы все-таки использовать линию С. Но, опять же, после Е6, белые тот же план, который я сказала, начали проводить, конь А4, прогоняют Ферзя с атакующей позиции, открывают линию С, Ферзь Д6, Ферзь Д2, соединяют ладьи, и вот первая ладья заходит на линию С, ладья АС1. Слон Д7, бедный слон, делает что может, пытается играть как-то внутри своего лагеря, конь С5, белые кони замечательно действуют в этой партии, Б6, слон Ф4, Ферзь Е7, и здесь вот такой вот интересный момент, размен коня на слона, конь бьет Д7, казалось бы, красавец конь, несколько туповатый слон, но, опять же, проблема в разменах, разменов в шахматах очень-очень сложная, здесь конкретное решение, принимают белые конь Д7, конь Д7, и ладья С7. Единственная открытая линия в этой позиции, это линия С, и белые по ней сдваиваются, черные стараются не отдать эту линию просто так, пытаются контратаковать по линии С, но белые чуть-чуть впереди, Ферзь С2, ладья С7, Ферзь С7, Ферзь С7, ладья С7, и вот после этой разменной комбинации мы видим, что белые продолжают господствовать по линии С, ладья забралась в обжорный ряд, она заставляет черных защищаться, ладья Б7, ладья Б7 делается ход, тем не менее, просто стоя по линии С, здесь недостаточно просто стоять, надо какие-то угрозы создавать, и вот пешка на Б6 отстала, белые это подчеркивают ходом ладья Б7, где-то готовят ход слон С7, король Ф8, слон Д6, король Е8, и конь Е5, да, конь Е5, защитник пешки Б6, белые пытаются его разменять, конь бьет Е5 ввиду этого совсем не выгодно, потому что после ДЕ фланг, ферзевый фланг черных рухнет, черные пошли слон бьет Е5, попытка разменять слона, который залез на Д6, и подобно кости в горле мешает черным жить и дышать, она, к сожалению, конкретно ни к чему хорошему не приводила, то есть приводила к потере нескольких пешек, конь бьет Д7, слон Д6, конь Ф6, король Ф8, конь бьет Х7, шаг, забирается конь на край доски, король Ж7, конь Ж5, и выясняется, что две пешки под боем, если черные защитят пешку на Ф7, то получат вот такую вот вилку, поэтому ход слон Ф8 не решал всех проблем, слон Е5, видимо, правильное решение, вопрос только, насколько плохая эта позиция, возможно, она просто проиграна, после хода ЛАДЯЦе 8, который черные сделали, все возможности куда-либо выскочить вот этому коню были закрыты белыми, и позиция на самом деле стала безнадежной. Спасал ли ход конь С5? Я не знаю, скорее всего нет, но по крайней мере, он заставил бы белых решать гораздо более сложные задачи, чем в партии, потому что, например, здесь размен пешек Б на Д, и, казалось бы, конь так далеко после ЛАДЯБА3 вынужден либо на Ф4, либо на С1 отступить, тем не менее, и на Ф4, и на С1 ходы возможны, и конь себя чувствует очень даже неплохо. Визуально эта позиция, кажется, чуть ли не выиграна для белых, слишком уж силен слон на Д6, и, как мы знаем, при борьбе слона против коня возможность создать проходную, как бы растащить оборону черных должна приводить к серьезному перевесу белых. Но, однако, у черных есть свои козыри, а именно проходная по линии Д, и, опять же, насколько здесь у белых лучше, это еще вопрос, поэтому ход ЛАДЯБА6 совсем порицается компьютером. Предлагается ход ЛАДЯЕ7, и, скорее всего, так Ливон бы и пошел. Король Ф8, ЛАДЯБЕ6, белые пока выигрывают пешку. Король Ж8, здесь важно сыграть, чтобы не попадать под связку. ЛАДЯЕ7, и вот создается такая позиция, вновь, возможно, взятие на Д3. Безусловно, у белых перевес, скорее всего, черные будут играть без пешки, но, опять же, здесь хотя бы, хотя бы конь выскакивал, хотя бы какая-то контр-игра на доске оставалась. После же хода ЛАДЯЦЕ8, который сделали черные в этой партии, как я уже сказала, калитка закрылась, белые пошли Д4, все, сказали они, конь больше никуда не выйдет. И так он, бедный, на Д7 и простоял до конца. И сейчас мы можем просто отдохнуть и полюбоваться техникой Ливона Ароняна. Позиция подавляющая у белых, но, тем не менее, вот такое неспешное усиление позиции и доведение подавляющего перевеса до победы, и очка в турнирной таблице, оно дорогого стоит. Давайте смотреть, как создаются шедевры позиционной игры. Ладья А7. Пока уходит Ладья на Линюа, где-то готовит Ладья А8 шаг, в том случае, если черная Ладья попытается создать контр-игру. Ладья Ц4, Б3, например, здесь уже на Ладья Д4, почти мат. Ладья А8 следует. Соответственно, Ладья Д4 невозможна, и вот этими маленькими тактическими нюансами пользуются белые, чтобы усилить свою позицию. Ладья Ц1 шаг, Король А2, бедная. Ладья черных в одиночку пытается что-то противопоставить белым фигурам, но белые фигуры, а именно Король и пешки королевского фланга, начинают идти вперед. Король Ж3, Ладья Ц3 шаг, Ф3, Ладья Ц6, курсирует Ладья по линии Ц, но это не мешает белым потихонечку, потихонечку идти вперед. Х4, Ладья Ц8, Х5, черные абсолютно беззащитные, понятно, что ход ЖАЖ лишь усугубит ситуацию, потому что потом Король доберется до обеих этих пешек по линии АЖ. Ладья Ц6, Король Х4, но без хода ЖАЖ тоже не сладко черно. Ладья Ц8, Ж4, Король Е8, Ф4, ход за ходом, смотрите, как прекрасно, как прекрасно белые фигуры действуют. Король Д8, да, и черным остается лишь смотреть, грустно смотреть на то, что делает Король белых с пешками, с их королевским флангом. АЖ, ФЖ, и тут вот такая вот вишенка на торте, Ж5, Х5, и ход пешкой по два удара у меня всегда вызывает восхищение. Последний ход в партии победной Ф5, и чем бы, какой бы пешкой черные не побили, пешки белых либо по линии Ж, либо по линии Е устремляется вперед и приводит партию к победе. За Аронянил, так сказали наши зрители в чате, Ливон Аронян в этой партии позицию черных, позицию Винсена Кеймера, и он лидер группы С, пока у нас групповой этап, борьба в самом разгаре, и мы с удовольствием продолжаем следить за ходом этого турнира и ждем ответа на вопрос, кто же, кто же станет обладателями заветных двух путевок, оставшихся двух путевок на турнир претендентов 2022, который пройдет в июне этого года в Мадриде. Но, но обладатели этих путевок будут определены по итогам трех турниров и турнир в Берлине, турнир номер один. Продолжаем смотреть, болеть, переживать и, конечно, следить за ходом игры на каналах Ческом.ру. Не болейте, играйте в шахматы. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok